Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной, знакомое всем нам место, Евангелие Матфея, 5 глава, Нагорная проповедь Христа, одна из знаменитейших речей или проповедей Иисуса, учение, которое положено в основу церкви, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Этими словами Иисус закончил свою речь. Совершенство, о котором мы будем говорить, направлено, разумеется, к нам, поэтому проповедь так и называется «Призванные к совершенству». И это совершенство, присущее Небесному Отцу, означенное в характеристиках и полномочиях истинного света, в которой мы призваны облечься, практически это учение о Царстве Небесном, адресованное и присущее исключительно сынам света, которые, хотя и живут на земле, не представляют интересы землян, так как являются сынами Царства Небесного, призванными представлять совершенство своего Небесного Отца в свойствах Его света на земле, в небесах и в аду. Рассматривая же вопрос, каким образом мы призваны стать сынами Отца нашего Небесного, чтобы затем по праву сынов облечься в оружие света и представлять совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, мы пришли к выводу, что любые обетования Небесного Отца, включая Его совершенства, помещены во Христе Иисусе, и что призваны не доставляться в сердце святого человека святым Духом через посланников Бога в семени благовествования. Ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе Иисусе, да, и в Нем, аминь, в славу Божию через нас. 2 Коринфянам 1, 20. То есть ни одно из обетований человек не может получить без посланников Бога, которые, будучи уполномочены, помазаны святым Духом, могут доставлять его в сердце человека тем же святым Духом. Если на человеке не почивает святой Дух, то он не сможет получить этого. И если он не принимает посланников Бога, не видит их над собою, он также не может получить ни одного обетования. Взращиваться же семя всякого обетования в человеке, включая повеление быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, призвано через исполнение определенных условий. И для плоти одним, как мы уже отметили, из таких неоднозначных и неудобоваримых условий является способность переносить страдания за истину. Прочтем местописание Евреям 5, 8, 10. «Хотя Он и Сын», речь идет о Сыне Божьем, нашем Спасителе, «однако Он, страданиями навык к послушанию, и совершившись, придя к совершенству путем страданий, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину мелхиседека». Нам достоверно известно, что ни одно из обетований Бога, включая повеление приходить в совершенство, посредством страданий за истину, не может быть обретенным нами без молитвы веры. Да, есть Святой Дух, да, есть посланники Бога, которые его доставляют, но с нашей стороны необходима молитва веры. Евреям 11, 6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Если человек ищет в обетованиях Бога, то он найдет это обетование, написано «ищущим Бога». И если же человек просто ищет обетование, то, разумеется, он ничего не найдет. Потому что, когда человек ищет просто обетование, не надо платить цены никакой. Но когда он ищет Бога в обетованиях, он знает, для того, чтобы встретиться с Богом, предстать пред Его лицо, войти в Его присутствие, необходима цена, на которую никогда не бывает сейла, как здесь часто пишут, сейл, скидок. Святость Бога всегда была совершенной и не терпит никаких скидок. Учитывая же, что вера Божия возникает в человеке от слышания Слова Божия, и при том слышания не этим ухом, физическим, а сердечным ухом, то в данном месте Писания речь идет о соработе нашей веры, с верой Божией. Вера Божия, так как она исходит от слышания Слова Божия, это повеление Бога, содержащееся в законе, заповедях, постановлениях и уставах Священного Писания, которые мы слышим через посланников Бога или читаем. В то время как наша вера – это исполнение повелений Бога, послушание этим повелением. Степень же послушания повелением Бога зависит от степени понимания этих повелений. В то время как сама степень понимания зависит от способности слышать Слово Божие сердечным ухом. Если человек не слышит, то он и не понимает. В связи с этим мы решили рассмотреть следующий вопрос, по каким же причинам сердечное ухо спасенного человека сделалось неспособным слышать Слово Божие о Царстве Небесном. Потому что, когда речь заходит о совершенстве, речь заходит не о спасении, а о Царстве Небесном, которое проповедуется уже спасенным. Что, в свою очередь, практически и породило неспособность человека переносить страдания за истину, призванные преобразовывать его в совершенство, присущее Небесному Отцу. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели семь причин, а посему сразу обратимся к седьмой. Причина неспособности слышать Слово о Царстве Небесном состоит в том, что при вхождении в Дом Божий, при лице Господня, у нас отсутствует готовность к слышанию Слова Божия. Если нет готовности, Бог не откроет сердечное ухо. И Клисиаста 4, 17 – это тот стих, который мы высвечиваем постоянно на наших экранах, когда святые приходят в церковь, чтобы они немедленно отключали свои селфоны. Если вы не отключили ваш селфон, если вы переговариваетесь, вы никогда не готовы к слышанию Слова Божия. Оно не дойдет, вы не поймете его. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». То есть поступая так, не приготавливая себя к слушанию, они даже не разумеют, что они делают зло. «Худо делают» имеется в виду зло. Люди не разумеют, что, приходя в церковь, приготовив в свое сердце к жертвоприношению, к служению Богу, они не думают, что они этим самым делают зло. Что служение Богу само по себе всегда стоит на втором месте. На первом месте стоит готовность слушать, что будет говорить Бог. И когда люди заменяют первостепенным и второстепенным, они делают зло в очах Божьих. И даже не думают об этом. Как же Бог будет пребывать с таким человеком и в таком собрании? Слушать Бога означает слушать Евангелие. И если в целом охарактеризовать отсутствие нашей готовности слушать Бога своим сердечным ухом, то эта причина состоит в нашем неправильном восприятии и отношении к Евангелию Христову. В то время как наше неправильное отношение к Евангелию Христову основывается на нашем неправильном определении того, чем по своей сути является Евангелие Христово. А посему, каким у нас будет отношение к Евангелию Христову, таким у нас будет и отношение к слушанию Бога. Как правило, неправильное определение Евангелия состоит в неполной или частичной истине того, чем оно является по своей сути изначально. А как известно, самой большой и опасной ложью и самым большим заблуждением является полуистина, частичное знание, что такое Евангелие. По происку духовобольщения в определении Евангелия человек выхватывает только ту сторону, которая больше всего ему импонирует и за которую ему ничего не следует платить. И такой частичной полуистиной является определение Евангелия Христова как дарового спасения, в котором человеку нет уже никакой необходимости возрастать в этом спасении. В то время как в устах Христа Евангелие спасения называлось Евангелием Царствия. Евангелием Царствия и все проповеди Христа, изреченные им в притчах, раскрывали не Евангелие спасения, а учение о Царстве Небесном. А посему сама весть о даровом спасении была лишь той необходимой частью этого Евангелия и тем условием для поиска Царства Небесного или возрастания в этом спасении. Именно поэтому начальная фраза или фаза спасения в Евангелии представлена как дар благодати, в то время как возрастание в этом спасении в предмете Царства Небесного, в том же Евангелии представлено как награда благодати, которая давалась человеку за употребленные усилия. Луки 16, 16. Законы пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него. А посему благовествование Евангелия Христова, в котором отсутствует учение о Царстве Небесном и всего того, что определяет это Царство, не может называться и быть Евангелием Христовым. Это лже Евангелие. Матфея 4, 23. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». То есть, я хочу обратить внимание, там есть спасение, но Он проповедовал не спасение вне Царства, вне учения, а Он проповедовал Евангелие Царствия, учение о Царстве Небесном. Мы должны знать, что слово Евангелие, как таковое, встречается только в Писаниях Нового Завета. При этом оно всегда связано только с личностью Христа и с учением о Царстве Небесном. Матфея 24, 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Позаимствовано же само слово Евангелие Христом было из греческого языка, в котором слово Евангелие относилось исключительно к религиозной лексике и занимало особое место в культе императора, который рассматривался божеством. В 1927 году до рождения Христа Римский Сенат присвоил родившемуся в 1963 году до рождения Христа Гаю Юлию Цезарю Октавиану почетный титул «Август», как выражение божественного освящения, которое означает «его величество» или «удостойны божественного почтения». А посему в эллинистическую эпоху, когда личность императора обожествлялась, сообщение о рождении наследника престола называлось Евангелием, что подразумевало радостную весть. Евангелием также называлось и известие восхождения на престол императора, поскольку от императора ожидали спасения и мира. Указы императора также назывались Евангелиями. Таким образом, греческое слово «Евангелие» относилось исключительно к личности царя, его рождение, его коронации, его восхождение на престол и законов его царства. Хотя слово «Евангелие», как таковое и не встречается в Ветхом Завете, древнееврейский язык, все же содержит родственное ему по смыслу понятие «басар», означающее «сообщать радостную весть» или «переносить известие о победе». Первым человеком среди евреев, который применил значение греческого слова «Евангелие» к себе, был Иисус. Потому что Евангелие применялось к личности императора, как к Богу. Иисус применил его к себе, как к Богу. Он сам стал глашатаем божественного владычества или глашатаем царства небесного, которое наступило вместе с его приходом. Именно он, по Писанию, есть благовестник, обещанный в Ветхом Завете. Его учение – это и есть Евангелие Царствия, воздействующее на людей через его имя и в его имени. Суть же благой вести в лице Иисуса Христа, как родоначальника Царства Небесного – это развернутое учение об оправдании, которое дается даром и удостоверяется, подтверждается делами правды, выраженной в правосудии. Откровение 22, 11 – праведный, если он принял оправдание даром по благодати, то он будет творить правду, да творит правду еще, и святый, да освящается еще. В силу этого рождения Иисуса Христа – это, по сути, рождение царственной праведности. Рождение царственной праведности во плоти, которая была потеряна человеком в Едеме. А коронация Иисуса Христа по Его воскресенье, когда Он вошел к Отцу и воссел одесную величие Его престола – это воцарение Евангелия или воцарение праведности во плоти. А посему учение, в котором отсутствует истина об оправдании, неподтвержденное статусом правосудия, не может претендовать на статус благовестия, в силу чего так называемая сегодняшняя евангелизация, в которой человек не разумеет правды и не творит правды, не может называться евангелизацией. Именно поэтому, чтобы возвещать Евангелие Царствия, которое есть Евангелие Христово, необходимо быть самому этим Евангелием, то есть быть царем и священником Богу. А это, с одной стороны, означает господствовать над своим плотским естеством силою Святого Духа, а с другой стороны, обладать юридическим правом, состоящим в праведности Божией, входить за завесу святилища, чтобы призывать имя Господне или быть приготовленным к слушанию того, что скажет Бог за завесой святилища. И прежде чем я приведу составляющие, как наблюдать за ногою, своею, при вхождении за завесу святилища в Доме Божьем, а также, какие условия необходимо выполнить, чтобы приготовить свое сердечное ухо к слушанию того, что скажет Бог, я приведу один прообраз, один чудный прообраз, содержащийся в одном всем нам известном событии, которое оставлено нам как эталон, на который нам следует равняться, чтобы приготовить свое сердце к слышанию того, что скажет Бог, или же постичисти, но того, как следует призывать Бога. В этом прообразе причина неспособности слышать слово о Царстве Небесном состоит в том, что мы ходим подбирать колосси и ячменя не на поле Ваоза и не со служанками Ваоза. Позвольте прочитать это местописание Руфи, книга Руфь, 2 глава, 8 стих. «И сказал Ваоз Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь с моими служанками». Вы знаете, что Ваоз – это князь из княжеского племени Колена Иудина. Он приходился с сыном Иерихонской блудницы Раф, которого она родила после того, как благодаря своей вере укрыла в своем доме двух израильских разведчиков. Благодаря этому поступку мы знаем, что два израильских разведчика – это прообраз Слова Божия и Святой Дух. Везде, где вы встречаетесь с двойным свидетельством – две маслины, два крыла Большого Орла, два разведчика, то есть два Соглядатая – это всегда Слово Божие и Святой Дух. Это два свидетеля, предстоящие пред Богом всей земли. Это две владычественные инстанции Бога, которые представляют Его здесь, на земле. Поэтому, когда она укрыла в доме своем двух израильских Соглядатаев, благодаря этому поступку она после разрушения Иерихона. Иерихон – это город Пальм или город праведности. Почему нужно было разрушить этот город? Потому что это была ложная праведность. И потом создать другой, которым будет уже настоящая Божья праведность. После чего, когда Иерихон был разрушен, то место в стене, где жила блудница Раф, оно осталось, оно не было разрушено. «Она была сопричастлена к обществу Господню и вышла замуж за иудейского князя Солмона. Евреям 11, 31, верую Рафа в блудница, с миром приняв Соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». То есть это говорит о том, что каким-то образом эти люди знали истину, но были неверны ей. Она не погибла с неверными. Это не были люди, которые абсолютно ничего не знали. Уже только потому, что они свой город назвали Иерихоном и жили в нем, они знали, что такое праведность, но у них была ложная праведность. Она не была основана. Если ты принял правду, оправдание даром, ты будешь творить правду. Если ты не творишь правды, говоришь, что ты принял оправдание, ты праведник, ты обманываешь сам себя. Солмон, иудейский князь, от которого родился Ваос, это первенец иудейского князя Наасона, сестра которого являлась женою Аарона. Интересно, что княжеская ветвь Иуды и ветвь первосвященника Аарона соединилась с собой еще в Египте. Еще в Египте Аарон женился на сестре Наасона, на княгине, то есть Иудина-колена. Брак девицы из княжеского рода Иудина с Аароном, родоначальником священнического рода из колена Левия, уже сам по себе являлся прообразом царственного священства. Именно таким образом уже изначально княжеская ветвь колена Иудина была связана брачным союзом со священнической ветвью колена Левия. Кстати, именно от этого брака было воздвигнуто по плоти и обещанное Богом семя жены. Иосиф, муж Марии, происходил из колена Иудина царского дома Давида, в то время как Мария, жена его, происходила из колена Левия священнического рода Аарона, потому что она пошла к своей тете Элисавете, которая была женою священника. Это говорит о том, что Мария происходила из колена Левия, но не просто принадлежала к какому-то, а принадлежала к роду Аарона. Таким образом мы видим соединение в брачном союзе рода Ааронова с княжеским родом колена Иуды. Исходя из того, что Авимелех, муж Наимине, был родственником Вооза, который по закону Моисея призван был восстановить имя умершего Авимелеха и сыновей его в уделе его, то из этого следует, что как Вооз, так и Авимелех происходили из одного и того же княжеского рода Наасона в колене Иудином. Образно, Руф Моавитянка обрела благодать и приняла семьи Евангелия, от которого должен был произойти Христос. Она вошла в родословную Христа. Ее имя означает «дружба». Моавитяне – это потомки Лота, родственники Авраама, которые вместе с Авраамом вышли из Урахалдейского, о которых Бог дал Моисею, тем не менее, особое повеление, что они не могут войти в общество Господне. Второзаконие 23, 3, 6. Амманитянин и Моавитянин – это два народа, проишедшие от Лота, не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы вышли из Египта, и потому что не наняли против тебя Валаама, сына Виорова, и Спифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе. Ибо Господь Бог твой любит тебя, не желай им мира и благополучия во все дни твои вовеки. Учитывая же, что Руфь оставила Моавитские поля, свой народ, свой дом, своих богов в поле Поля Ваоза, его народа и его Бога, проклятие, касающееся ее, утратило свою силу. Если вы отрекаетесь от суетной жизни, не передано это отцов, то проклятие, лежащее на этой судьбе, которая была передана вам, утрачивает свою силу, как оно утратило здесь. Название Вифлеем, в котором в лице Христа возникла Евангелие Царствия, означает дом хлеба, который город получил из-за плодородных земель, находящихся в его предместях, в силу чего жители Вифлеема называли еще ефрофяне. Так как прежнее название Вифлеема было ефрофа, что означает плодородная земля. Вифлеем иудейский в колене Иудином – это город Давидов, дом Давидов и город, где впоследствии родился Христос, родоначальник Евангелия Царствия. Знаменательно, что поле Ваоза в Ефрофе, Вифлеема иудейского, на котором рув собирала колоссий ячменя, это то самое поле, на котором ангельский хор провозгласил рождение долгожданного и обещанного миру Мессии Иисуса Христа. События, описанные в книге Рувь, произошли за сто лет до царствования Давида во время жатвы ячменя. Мы знаем, что жатва всегда обозначает кончину века, время, когда Бог посещает народ свой, чтобы произвести свой суд и свое возмездие. Дело в том, что слышать слово о царствии означает принимать семя царствия и таким образом оплодотворяться этим семенем, быть носителем этого семени и взращивать это семя. Если бы Рувь не смирилась и не проявила бы своего послушания словам Ваоза, и стала бы собирать колоссий не только на поле Ваоза, но и на других полях, Израиль был большим, но она пришла именно в Вифлеем, на поле Ваоза. И она могла собирать на разных полях и там, и там, и там. Но он ей сказал, дочь моя, не ходи собирать на другом поле, будь здесь с моими служанками. То она никогда бы не стала женой Ваоза, который был представителем семени царствия и обладал семенем царствия. Ведь для того, чтобы принять семя царствия от Ваоза, Рувь не только должна была оставить моавицкие поля, свой народ, свой дом, своих богов в пользу поля Ваоза, его народа, его Бога, но и принять самого Ваоза, то есть стать его женою. Имя Ваоз означает сильный духом, облеченный духом правды, обладающий острым умом или имеющий ум праведника. Мы знаем, что в Писании личность Ваоза является как прототипом Христа, так и прообразом персонифицированной Евангелия Христова, Евангелия Царствия. Слово о царстве – это семя, которое при условии нашей готовности, выраженное в собирании колоссе в Ячменя, на поле Ваоза, призвано оплодотворить нас и преобразовать нас в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Не в каждом служении, не в каждой конфессии проповедуется учение о царстве небесном. Оно проходит как лозунг, но как учение, как оправдание, где бы показывалось, что такое правда, что такое царство, и как обрести это царство, как творить правду. Это как жемчуг, редкость среди конфессий и джунглей динаминаций так называемого протестантского движения или католического православного не имеет значения. Поэтому, рассматривая это событие, как прообраз, мы можем усмотреть, что Руф Мавитянка приняла семя царствия Божьем в лице Вооза, когда выполнила условия Вооза и стала его женою. Когда Вооз узнал, что Руф является женой его умершего бездетного родственника, то он обратился к Руфе с такими словами. Это написано во 2 главе 8 стихом. «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками». Он сказал эти слова ей тогда, когда узнал, что она сделала, что, во-первых, она является женой его умершего родственника, то есть из царского племени колена Иудина и родом из Вифлеема, и что поле Вифлеема принадлежало ее свекру и ее мужу. То он практически купил это поле и взял ее в жены, зная, что наследник Авид, отец Иисея, то есть дед Давида, который родится, будет не его сыном. И он будет сыном Авиемелеха, будет сыном, то есть он будет продолжателем вот этой ветви. Он заместить должен, а на это не каждый шел. Поэтому иносказательно или на уровне духа Руф уже была готова к принятию семени, слова о царстве, так как она оставила свой народ, свой дом, своих богов, объявив, что отныне народ израильский будет ее народом и Бог Израилев будет Богом ее. Знаменательно то, что одно из значений глагола «услышать» означает принять семя слова или же быть оплодотворенным семенем слова, то есть забеременеть. Услышать, забеременеть. Следует отметить, что для Руфи получение наследника от своего умершего мужа и таким образом, чтобы стать обладательницей его наследия, можно было только одним путем выйти замуж за ближайшего родственника своего умершего мужа. По закону данному Моисеям, женщина, у которой умер муж, не оставивший ей наследника, должна была пожелать этого сама и сама обратиться с этим желанием к ближайшему родственнику своего мужа, попросить его об этом. Она должна сделать первое предложение, попросить родственника мужа, чтобы он взял ее в жены. Ближайший родственник даже должен был дать на этот брак добровольное согласие, так как ребенок, который родится, от этого брака не будет продолжателем его имени, а будет продолжателем имени его умершего родственника. Я прочту это интересное местописание с 3 главы Руф 1, 18. И сказала Найминь свекрови, и сказала Найминь свекровь Руфи, вот Ваос со служанками, которого ты была, родственник наш, вот он в эту ночь веет на гумне ячмень, умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно. Не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить, когда же он ляжет спать, то есть успокоится, узнай место, где он ляжет. Узнай, где покоится эта суббота успокоения. Тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет, что тебе делать. Руф сказала ей, сделай все, что ты сказала мне. И пошла на гумно и сделала все так, как приказала ей свекровь ее. И сказал ей Ваос, кто ты? Она сказала, Я, Руф, раба твоя, простриг крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник. То есть, он понимал, о чем идет речь. Она попросила, чтобы он стал ее мужем и чтобы он восстановил семя умершего мужа, чтобы она стала наследницей. Ваос сказал, благословена ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. И так, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. И сказал ей, подай верхнюю одежду, которая у тебя, подержи ее. Она держала, и он отмерил ей шесть мер ячменя. И положил на нее, и пошел в город. А Руф пошла к свекрови своей. Та сказала ей, что дочь моя? Она пересказала ей все, что сказал ей человек тот, и сказала ей, эти шесть мер ячменя он дал мне и сказал мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Та сказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело. То есть, вот в этом прообразе я хотел, чтобы мы увидели, что Бог не останется в покое. когда вы сделали решение слушать, принять всеми слова о царствии, сделали готовность, выполнили уже все условия и приготовили себя к слушанию, Он, говорит, не останется в покое, пока не оплодотворит, пока не возьмет тебя в жены. Речь идет о царствии. Конечно, я сейчас опускаю многие детали. Шесть мер ячменя это те шесть дней, после которых наступает суббота, то есть день седьмой. Меня только поразило одно, что это за была женщина и вообще, какие тогда были женщины, это какие были мужчины. Когда я посмотрел, что такое одна мера ячменя, которую она первый раз собрала, то самое мало, самое мало, это от 32 до 40 килограмм одна мера, а шесть мер. Ну, как женщина могла нести столько с лишним килограмм, то есть 200 с лишним паунтов ячменя? Что это за селище было? То есть какие были люди? То есть он насыпал ей шесть мер ячменя, положил на нее, и она понесла к своей свекрови. Не повезла на повозке или там на осле, а сама понесла. Но соль не в этом, соль не в ячмене, которая по своим качествам превосходит все зерновые культуры. Он превосходит овес, рожь, пшеницу, потому что я тоже занялся этим вопросом, думаю, почему князья сеют ячмень? Почему бы не пшеницу? Оказалось, что ячмень неприхотливая зерновая культура, которая растет при любых местах и заглушит любой сорняк. Никакой сорняк ее не может заглушить. Настолько оно сильное. Но по своим качествам оно превосходит буквально все зерновые. Оно обладает противовоспалительным свойством. Оно выводит из организма шлаки. Оно обладает как антибиотик. То есть практически в нем столько ингредиентов, которых нету в других зерновых. Обратив внимание, я увидел, что оно было то есть блюдом у царей. И цари каждый день ели вот эту кашу. Петр Первый считал ее самым первым блюдом. У него был специальный кашевар. Римские императоры всегда ели именно вот эту ячневую кашу. Именно они дали ей название зернышку перлу. Жемчуг, перламутр. От слова перловка. То есть, и когда уже пришла генная инженерия и занялись ячменем, и исследовали его ученые, пришли к выводу, что ген ячменя неземной, что на земле не мог такой ген быть, что его, он пришел из каких-то других цивилизаций. Ну, мы-то с вами знаем, из какой цивилизации пришел этот ген. И сказал Бог, да произрастит земля, семя, сеющая породу своему, и стало так. То есть, это было Слово Божие, которое возродило этот злак. Это особый злак. Поэтому мы часто видим там ячменные хлебы везде присутствуют. То есть, оказывается, ему давали очень высокое назначение войско римское, войско Суворова, гладиаторы, их именно ячменной кашей кормили. Да и я помню, когда я попал в армию, я удивлялся. Мы в детдоме были, нас кормили перловой кашей, перловым супом. В армию попал, там тоже перловая каша, перловый суп. Думаю, чего не вот это перловку? Они знали, что ячмень содержит в себе вот то, что вот, ну, нужно слишком много продуктов давать. Они очень дорогостоящие. Зачем давать это все, когда все это есть в перловке? Пожалуйста, кушайте ячмень, и все будет хорошо. Давайте пойдем дальше. Принципы, содержащиеся в этом славном прообразе, апостол Павел выразил такими словами. Риленон 10, 14, 17. Как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы? Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Вот здесь как раз этот принцип, не ходи собирать на другом поле. Есть много церквей, но если вы начнете искать Царство Небесное, Бог вас пошлет в ту церковь, на то поле, где проповедуется семя о Царстве Небесном, Евангелие Царствия. Не Евангелие Спасения, которое уже затрубили. Вообще, когда говорят, Евангелие Спасение, Спасение Дар, и все, у людей все время развивается вот эта инфантильность. Ничего не делать, и все получать даром. И они так восхищаются этим, забывая, что это даром не дается отдельно, а дается в одной упаковке. Сразу говорится, что это Царство Небесное, тебе дается старт, даровое спасение, даровое оправдание, получая оправдание даром по благодати Его. Но потом нужно творить правду, а чтобы творить правду, нужно затрачить неимовернейшее усилие, то есть правосудие. И тогда идет другое лжеучение. Мы всех должны любить, а Писание говорит, мы не должны всех любить. когда, говорит, со всех это и дьявола, и нечестивых, и свою ветхую натуру, а Писание говорит, что ветхую натуру дьявола, нечестивых людей мы должны ненавидеть, не желать им мира, не общаться с ними, даже к одежде не прикасаться, не есть вместе и так далее. то это уже не любовь. Любовь может, как мы с вами говорится, направляться к своим домашним, которые, хотя и враги, но таких врагов следует любить, к миру, которых, хотя и враг, но они могут спастись, их следует любить. То есть есть много врагов, которых следует любить. Душевные младенцы, они тоже враги, духовных людей, но их следует любить, а ненавидеть следует дьявола, нечестивых, которые представляют его интересы, и свою собственную ветхую натуру, которая тоже представляет интересы преисподней. У нас возникает похоти и страсти, переданные нам суетной жизнью, греховной жизнью от отцов, и нам хочется делать грех, и мы хотим его оправдать какими-то местами Писания, что виной это благословение, зачем его Бог создал. Мы находим какое-то нибудь одно место, вырываем его по-живому из контекста, чтобы истолковать, что его можно пить и даже следует пить только мерою. Тогда мерою, господа, можно блудить, мерою воровать, мерою ругать, если можно мерою пить. Откуда кто знает, какой мерою? Я знаю людей, которым 3-4 глотка достаточно, чтобы стать алкоголиками. Достаточно. Потому что вино написано обладает человеком, умаляет силу мужа, умаляет силу жену, не царям пить вино, не священникам, когда они идут на служение. Мы 24 часа в сутки служим в своем храме. И тем не менее, сегодня много супер-евангелистов, супер-так называемых генералов божьих, которые говорят, а я каждый раз перед обедом выпиваю стакан хорошего вина. Все преступники, покинувшие нашу церковь, сразу знаменуют свой выход питьем вина. Вина, оказывается, им не хватало. Вот теперь они успокоились, когда позволили себе и доказали, что вино можно пить. А нас-то пастор обманывал, не разрешал нам вино пить. Да не я не разрешаю. Пейте сколько хотите и маршируйте в преисподнюю со своим вином, коль уже так оно для вас дорого, если вы не можете разменяться даже с этим. Но соль не в этом. Здесь говорится, что проповедники, которые проповедуют, они должны быть посланы Богом. Они не должны выбираться, то есть, как выбираются в мире депутаты и президенты, они должны быть посланы Богом, поставлены Богом. Это не человек, который сам себя выдвигает. Это человек, которого в церкви Бог выдвинет, но не путем голосования, а путем назначения, когда один помазанник Божий увидит и назначит другого. А редко, где в церкви сегодня такое присутствует, потому что это теократическая структура. И тогда они переходят к демократической структуре, которая является лживой и обманчивой. Это утонченная диктатура. Вот, допустим, американский народ голосует за президента, но знаете ли вы, что наши голоса народа ничто не значит? Это фикция, что выбирать его будут несколько человек, группа небольшая людей, а не все. Но давайте пойдем посмотрим. Призывать имя Бога означает исповедовать, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. То есть, чтобы... Мы говорим сейчас о том, как приготовить свое сердце к слушанию Бога. Оказывается, чтобы приготовить, нужно призывать Бога. С другой стороны, призывать Бога означает настроить свое сердце на слушание того, что скажет Бог, и быть готовым немедленно выполнять все то, что скажет Бог. Я посмотрел и уже говорил однажды, что призвать Господа означает создать жертвенник, ожидать, что скажет Бог, быть готовым к выполнению того, что скажет Бог, поклоняться Богу, признавать над собой власть Бога и выражать свою любовь к Богу. Встает вопрос, как же настроить и приготовить свое сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог. Потому что только после того, когда мы приготовим свое сердце к слушанию того, что скажет Бог, мы со своей стороны сможем призвать Господа. А Бог таким образом получает возможность открыть наше сердечное ухо к слушанию Слова о Царствии. Другими словами, говоря, чтобы призвать Господа, необходимо создать жертвенник и выполнить определенные условия, которые приготовит наше сердце к слушанию того, что скажет Бог. Первое, на что я хотел бы обратить, приготовить свое сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог, когда мы идем в дом Божий, как готовить свое сердце, означает осознать невозможность спасти себя самого. Таким образом, мы приготавливаем свое сердце к слушанию. Наблюдай за ногой твоею, когда идешь в дом Божий. Это значит осознать, что мы сами себя не можем спасти. Я прочту такое место Писания, Бытие 4.26, чтобы подтвердить эту мысль. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Обратите внимание, когда стали призывать имя Господа в допотопном мире, когда у Сифа родился Енос. При рождении Еноса стали призывать имя Господа. До этого времени не призывали. Имя Сиф означает замена или положенный в основании. то есть замена. Так как Авель умер, был убит и нужна была замена. Умерший родственник, он умер и не оставил наследника, семя не о царстве. Приходит Ваос, который восстанавливает семя. У Сифа также родился сын. Интересно, что если имя Сиф означает замена или положенного в основании, то имя Енос, сын его, означает человек, не могущий себя спасти. Человек осознает, что делами он не может оправдаться, не может себя спасти. Он зависит от Бога, он понимает это. И таким образом слух его открывается, Бог открывает слух человека, когда он перестает себя спасать, когда у него теряется всякая надежда на свое такое самосовершенствование. Матфея 5.3 в этой же Нагорной проповеди, которую Иисус закончил словами «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», он сказал «Блажены, то есть благословены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». То есть благословены еносы, благословены люди. Вот Давид говорил «беден и ниш». Почему? Он знал, что он ничего не может сделать для своего спасения, для своей охраны, что та охрана, которая у него есть, те богатства, которые у него есть, это ничто. Он все еще остается бедным и нищим, и благодаря вот этому состоянию он может открывать для себя благоволение Божие. Так и здесь, немогущий себя спасти, тогда начали призывать имя Бога, то есть способность появилась призывать. Далее, приготовить свое сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог, означает облечься в достоинство раба Господня. Я просто сейчас проведу несколько составляющих. Не буду задерживаться, потому что можно задержаться на какой-то одной, развить ее до... и проповедовать о ней год больше. Но мы уже многое слышали и знаем, и я просто проведу несколько составляющих. 3 Царств 8,52 «Да будут очи твои отверстия на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя». Обратите внимание, здесь связана, то есть, молитва раба Господня, только после этого говорится, когда они будут призывать тебя, когда раб просит об этом Господень. И тогда, только благодаря тому, что он раб, обладает этим достоинством, появится возможность Богу отвечать, дать возможность слушать Бога, потому что призывать Бога означает внимательно слушать, что скажет Господь с готовностью немедленно выполнить то, что Он скажет. Далее, приготовить свое сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог, это утешаться вседержителем во всякое время. Иова 27, 8, 10. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться вседержителем и призывать Бога во всякое время? Лицемер не утешается вседержителем. Здесь написано, тот, кто утешается вседержителем, тот и может призывать Бога. То есть, мы говорим о способности, когда мы можем призывать Бога, когда мы утешаемся Богом. Посмотрите, люди не имеют утешения. Они не Бога ищут. Очень многие христиане ищут благословения. Некоторые ищут помазания. Некоторые ищут даров духовных. Некоторые ищут силы Святого Духа. Но никто не ищет Бога, никто не утешается Богом. Мало кто будет искать и утешаться Богом. Господи, мне тебя достаточно. Просто люди не знают ценности того, кто такой сам Бог. Когда они узнают, им больше ничего не надо. Давид сказал, Господи, что мне на небе без Тобою? Ничего не хочу на земле. То есть, если на небе тебя нет, то зачем мне это небо? Зачем здесь, то я на земле ничего не хочу уже. Мне не надо ничего. Я ничего не буду просить. Когда человек это осознает, он приходит к Богу, где бы он не был, в камере, в тюрьме, в изгнаниях, при любых утратах, он приходит счастливый, счастливый к Богу и начинает благодарить его, что он у него есть. Что Господи, у меня отняли все. Возможно, жизнь отнимут, здоровье отняли, но ты у меня остался, тебя у меня отнять не могут. И он становится таким счастливым от этого, таким радостным, потому что Бога-то никто не может отнять. Первых христиан бросали на арены цирка. Толпа многотысячная, иногда до ста тысяч, ревела от удовольствия, жаждали крови, их оттерзали звери, а они выходили и пели. Это поражало римлян, поражало знать. Некоторых из христиана не знали, это тоже было бывшее знать. Они знали этих женщин, которые боялись паучка, которые при виде мышки теряли сознание, а теперь выходит рычащий зверь, а она подняв высоко голову, поет перед смертью публичной. Что это такое? Что это за сила? Психологи были в недоумении того времени, потому что они поняли, кто такой Бог, они утешались Богом, и они понимали, что осталось мгновение, сейчас удар лапы зверя, и она переходит к Господу, и она радуется за то, что имеет возможность страдать за Господа, как ученики радовались, что удостоились, да не всем, это еще достоинство, это привилегия пострадать, когда начинают поносить и гнать за истину, извращать твои святые порывы, и поэтому утешаться вседержителем можно поистине только тогда, когда человек переживет напасти, но вы прибыли со мною в напастях моих, и посему я завещаю вам, как завещал мне Отец Мой Царство, да, вы скажете, Давид говорил, Господи, мне ничего не надо, он говорил, я беденый ничь, будучи богатым, но прежде чем стать богатым, он на волосок был от смерти, он все время говорил, только один шаг между мною и смертью, его преследовало много лет лучшее войско помазанников, 3000 отборных помазанных мужей израильских преследовали его как преступника номер один, по всему Израилю разносили это преступник, у всех царей окружающих брали клятву, что они давали, что Давида у нас нет, Саул гонялся, избрав себе 3000 самых отборных мужей, самых помазанных, как себя чувствовать, когда 3000 отборных помазанных людей говорят, что вы еретик, вы заблужденный, вы преступник, вы выступаете против помазанника царя, в то время где-то глубоко в душе он преклонялся пред царем, он любил его, он любил Бога, и ничего подобного у него не было, но молва катилась, как снежный ком, надо было все это пережить, можно было давно отчаяться, да и близкое окружение не раз поднимали камень, чтобы убить Давида, но написано, он укрепился Господом и сказал, принесите мне ифот и вопрошал Господа и Бог снова поднимал его из праха, поднимал поэтому вот здесь вот когда человек утешается вседержителем в любых обстоятельствах только тогда у него появляется способность призывать Бога или готовность к слушанию Бога далее приготовить сердце слушанию и исполнять того, что скажет Бог означает стать добровольным пленником Бога Псалом 79 стихи 18 19 да будет рука твоя над мужем десницы твоей над сыном человеческим которого ты укрепил себе и мы не отступим от тебя оживи нас и мы будем призывать имя твое я посмотрел здесь написано оживи нас и тогда мы будем призывать имя твое когда я посмотрел в оригинале что обозначает это слово оказывается оживи оставь живых возьми в плен сделай нас пленниками оказывается только когда Бог берет человека в плен или делает его своим пленником только тогда он может жить если он не является пленником он не может жить он будет находиться в состоянии смерти и поэтому вот это оживи нас на еврите смысл этого означает возьми меня в плен то есть плени меня вот как мы сейчас пели плененный любовью твоей пленники любви поэтому очень важно чтобы мы стали добровольными пленниками чтобы мы влюбились в Господа на самом деле влюбиться стать его пленником и тогда у нас появляется способность слушать в противном случае если мы не любим по-настоящему мы не сможем слушать его не захотим слушать мы будем слушать то что мы любим человек обычно слушает то что он любит он просто не слышит у него есть способность закрывать свое ухо от того что ему не нравится он открывает ухо на то что ему нравится как только слышит это что он сразу весь туда дальше приготовить свое сердце к слушанию исполнению того что скажет Бог означает верить что он ищущим его воздает псалом 114 1 2 стих я радуюсь что Господь услышал голос мой моление мое преклонил ко мне ухо свое и потому буду призывать его во все дни мои то есть верить что Господь ищущим воздает верить что он слышит вашу молитву вот человек приходит на молитву он должен уже заранее знать что сейчас он будет молиться и Господь услышит его когда простолюдина молится он не уверен услышал его Бог или нет но когда молится личность обреченная в царственное священство он 100% знает что то что сейчас он будет говорить Бог его услышит то есть ответить на эту молитву когда священник входит в присутствие Бога он знает что делать что хочет Бог и Бог отвечает всегда на это поэтому как цари и священники мы начинаем свою молитву как мы с вами говорили с того когда мы говорим кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог мы благодарим его а потом выражаем его волю мы просим чтобы он выполнил свою волю помог нам выполнить его волю его воля исцелить нас избавить нас от нищеты от болезни от зависимости греха это его воля это не наше желание в первую очередь это его воля а коли это его воля мы не должны выражать свое желание перед Богом Господи как мое желание Господи это твоя воля этого ты хочешь ревновать по Богу чтобы победить эту болезнь победить эту нищету победить эту зависимость в себе и так далее Евреям 11.6 мы уже прочитали без веры угодить Богу невозможно ибо надобно чтобы приходящий к Богу веровал что он есть и ищущим его воздает это означает чтобы искать Бога когда вы его ищете вы знаете что он вам воздаст поэтому верить что он ищущим его воздает тогда у нас появляется возможность слышать Господа следующая возможность слышать Господа означает уповать на Бога пред лицом смерти Псалом 114 стихи 3 4 объяли меня болезни смертные муки адские постигли меня я встретил тесноту и скорбь тогда призвал я имя Господню Господи избавь душу мою пред лицом смерти уповать на Бога он говорит я встретил тесноту и скорбь и в этой тесноте и скорби в этих адских муках которые постигли Давида он говорит я призвал имя Господа и сказал Господи избавь душу мою то есть он уповал на Бога пред лицом смерти пред лицом жестоких страданий когда вы проходите а каждому приходится периодически это проходить каждого из нас постигает возможно сейчас есть святые которые не только это прошли а которые еще не проходили но попали в эту ситуацию и не понимают почему это произошло здесь главное не почему здесь главное как отреагировать на него мы должны помнить такое изречение важно не то что преподносит жизнь человеку а то как человек воспринимает то что преподносит ему жизнь жизнь может приносить не только радости но и печали и когда она приносит утрату печали скорби внезапно и обрушивается на нас важна наша реакция и когда мы реагируем сразу хватаемся за господа и говорим господи слава тебе что тебя не украли и не могут украсть вот не могут если даже убьют не украдут потому что ты в моем сердце оттуда его невозможно только если сам человек скажет ему уходи выставить его из своего сердца а выставить его из своего сердца можно грехом взять и пригласить грех а он не будет жить вместе с грехом он сразу уйдет как только Саул согрешил Дух Святой оставил его ушел так что мы сами принимаем грех и тогда Дух Святой нас оставляет и приходит нечистый Дух которым мы воспринимаем иногда за Святого Духа следующее на что я хотел обратить внимание приготовить сердце свое к слушанию исполнению того что скажет Бог означает принять того кого послал Бог Римлянам 10 13 5 то есть мы уже читали это место я еще раз прочту его ибо всякий кто призовет имя Господне спасется но как призвать того в кого не уверовали как веровать в того о ком не слыхали как слышать без проповедующего и как проповедовать если не будут посланы вот нам нужно принять этих посланников чтобы у нас была готовность если мы их не принимаем мы никогда не сможем приготовить свое сердце к слушанию и вновь прочитаю это место 2 Коринфянам 1.20 ибо все обетования Божии в нем дай в нем аминь в славу Божию через нас не признаем мы этих людей которых Бог поставил чтобы приводить церковь в совершенство наше ухо не будет способным воспринимать семя о царстве быть оплодотворенным Луки 10.16 говорится слушающий вас меня слушает и отвергающий вас меня отвергается отвергающий меня отвергается пославшего меня то есть очень четко очень ясно поэтому можно было бы продолжить мысль у меня достаточно есть продолжать но мы сделаем это если Господь позволит и если не произойдет восхищение потому что мы живем действительно в такое удивительное время когда оно может произойти и следующего служения уже не будет я имею ввиду вот такого которое сейчас есть служения будут продолжаться после восхищения но не будут уже другого формата поэтому мы сейчас будем молиться я хочу призвать нас всех к молитве поклониться пред Господом и все желающие призвать имя Господа уметь приготавливать себя к нему бросить вызов возможно греху возможно каким-то страхом какой-то болезни какой-то зависимости вы можете выйти сюда наперед к алтарю потому что здесь есть духовный алтарь духовный жертвенник где Господь будет раздавать свое благо для вас когда вы придете с просьбой к нему на его условиях мы будем молиться за вас Дух Святой также на вашей стороне склонен колено будем молиться аминь я буду молиться сейчас вашей молитвой вместе с вами Дух Святой на вашей стороне Слово Божие на вашей стороне Бог за вас нету того кто может восстать против вас и победить вас глаза закрыты ладони обращены вверх Богу знак готовности принять от него что он желает дать вам молитесь со мной небесный Отец во имя Иисуса Христа я прихожу к тебе с моей болью с моими страхами поруганной честью попранным достоинством прошу тебя прости меня омой меня очисть меня исцели мою рану исцели мою боль исцели мою болезнь ты положил на мой счет исцеление я хочу воспользоваться им прости меня сними мой позор подари мне заново праведность твою и я буду творить правду прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать что согласно твоего слова я принимаю твою праведность я принимаю мое исцеление и я принимаю мою победу я принимаю мое спасение в крови твоего сына я раскрываю мое сердце для твоего духа войди в него и будь царем и господином моей жизни во имя Иисуса Христа прямо сейчас я хочу объявить вас оправданными да благословит тебя Господь да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя к тебе не приблизятся да будет проклята и уничтожена болезнь твоя страхи твои немощи твои да отступят от тебя да облечет тебя сила Божия да облечет тебя исцеление Бога твоего да придут на тебя все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе и весь народ да скажет Аминь а теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости единому премудрому Богу спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего слава и величие сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok